ну что дорогие друзья знакомая картина приехали мы в ялта значит такси у нас обошлось очень хорошая цена кстати потому что местные таксисты по 1000 волны хороший ценник вот ну я имею ввиду как бы для нас конечно там для зеленограда да когда 150 рублей такси но здесь 650 считается мало вот сейчас попробуем с вами пройти на массандровский пляж посмотрим что там и как значит по ценам какие у нас напитки есть чая блю пихова чаем бирны прохладительные кола в банке 60 рублей фант в банке 60 рублей ну то есть нормально такие хорошие московские цены ну что дорогие друзья выходим мы с вами потихонечку сейчас на набережную здесь уже знаете как-то повеселей по крайней мере вас встречают вон разные спасательные штучки полотенчики начала набережного и сколько там людей то люди там о отлично сколько стоит прогулка морская на человека да а дети и 150 откуда открываете не мы хотим сейчас поплавать там через часок допустим в общем узнали насчет билетов морское путешествие есть но без высадки в ласточкином гнезде к сожалению потому что она на реставрации просто прокатиться на теплоходе назад вернуться но принципе тоже можно почему бы и нет пицца продается 50 рублей чикин 50 рублей здесь уже открыты кафешечки смотрите какие креветочки 130 рублей и 100 рублей красота можно взять вот такой перекусить все для пляж а подскажите пожалуйста у вас такие вот рубашки на рост 150 бывают есть сейчас и сколько такие стоят ну вот не нам на матча ага ну что значит смотрите купили ваню тут рубашку чуть большевата но нормально по крайней мере то шея у него уже вообще никакая руки никакие пусть купается прям в рубашке и прям радует вот это вот открытие всего вы смотрите экскурсии вот они тоже все но мы выбрали вы я просто посмотреть какие экскурсии есть интересно же кукурузу уже продаю тапочек кстати тоже много оживление такое кафе с видом на пляж ну мы сейчас дойдем туда до самого конца рыба черного моря 200 грамм 500 рублей ого сушки рыба а у нас порция 220 вот кто говорит у нас в отеле дорого барабулька у нас 220 а здесь 500 о ванте 3 парашют в общем все пришли вот она массандровская набережная такая вот она симпатичная красивая людей людей море так 28 температура а температура воды кстати кто интересовался 22 градуса температура воды сейчас нам нужно сейчас мы с вами выберем место куда мы приземлимся собственно здесь людей то вот вот что лучше лен вот что лучше наш отдых вот как мы допустим прогуляться чисто смотрел да оценил чек чему что-то где-то это уже но у нас конечно спокойнее я плане там хорошо я тоже считаю что когда нет такого количества людей вот здесь кстати вода продается такие мини-маркет и там это катамаран что-либо или что это катамарана на наскорее всего красота люфта а вот прям домики 130 на 1 береговой линии тоже вот просыпаешься но не за зато здесь шум гам тарарам а у нас как-то вот тихо спокойно смотрите какая красота можно здесь это такое место для фото сесть посидеть я даже не заметила лена увидела ваня сил фотографироваться утром не айс а вот здесь смотрите прям такие цивильные павильон щеки с кофе с бургерами вот с вафлями я помню здесь раньше готовили эйфелева башня как будто мы с вами приехали он мороженое пойдемте да вот здесь вот где-то я помню вот здесь блины и вафли где-то здесь вкусно да да вафли с мороженым ты хочешь вафли с мороженым там сейчас дальше еще будет очень красивый ваф а здесь бассейн будет гамбургер сейчас найдем где-нибудь вот он открывается здесь на ялту на всю но вот посмотрите лежачки свободные лежачки видимо за деньги да он там наверно прокат скорее всего можно на лежака можно вон они уже видите здесь оживление какое царит на лодках он покататься на катамаранах покататься есть все на свете и водичка да здесь какой-то прям действительно другой цвет воды и волна идет ну что еще один пролет пройдем и давайте где-нибудь уже останавливаться да ваня снарядила прям так он у меня счастлив пойдет купаться туда сейчас пойдем с вами оценивать водичку есть снимать Продолжение следует... Можно посмотреть, что мы сейчас здесь сможем покушать, где-нибудь посидеть. И пойдем дальше. Кораблик у нас на час должен быть. У нас сейчас час в нашем распоряжении. Идти нам до этого кораблика тоже час, соответственно. А вот здесь, наверное, скоро запустят бассейн. Но людей много. Ну, заход в море мне здесь не понравился. Очень сложно заходить. Волны, да, волны. Резкий какой-то спуск такой. А, шезлон, кстати, 300 рублей в час. Но с нас, походу, не взяли деньги. Сейчас посмотрим, где мы тут сможем сесть, перекусить. Вон какое-то уютное кафе. Да? Ну, 20 рублей вроде ничего. Нормальная цена. Тут что только не продают. И духи, и маски. Маска – это бишь этого сезона. Давайте вот здесь посмотрим, что можно поесть. Вроде бы в тенечке. Вон там, по-моему, много. Меню просто давайте посмотрим. Бургеры есть? Ну, по-моему, десерты, мороженое. Ну, такое слабое. Креветки. А, это коктейли, горячие коктейли. Бургеров, походу, нет. Нашли в итоге все-таки вот такое какое-то местечко. Очень симпатичное. Во всяком случае, оно находится в тени. Здесь удобно, комфортно. Можно посидеть, перекусить. Вот такое вот меню. Вот такие вот цены. Ваня хочет пить. Интересно, у них большая пицца или нет? На двоих нам, наверное, пицца придется. Ну, сейчас спросим. Потому что здесь две цены, наверное. Одна чуть побольше, другая, наверное, чуть поменьше, что ли. 400-490. Ой, едок. С утра они что здесь ели? КЛГ грамм. А, вот. Видите, здесь нужно быть внимательным. То есть это, сколько весит она. Ага, я поняла. То есть это получается 400 грамм. 400 грамм по 200 грамм получается. На человека. И здесь соленое. Что, тоже можешь пить на нее? 490. Так. Нам больше ничего не надо. А пить что будем? Вань. Ну, пить что будем? Ну, вот напитки здесь, кола, 150 рублей стоят. Ты чем будешь запивать? Я соки. Соки. Я соки здесь не вижу. Лично я, Рома. Рома, здесь виски. Ты что, есть коньяк? Рома, правильно. Виски и коньяк. Спрайт? Ну, давай, спрайт. Ага. Ну, блин. Ну, будем. Под ногами не ходи. Апельсиновый фреш будешь? Горячие коктейли. О, безалкогольные коктейли есть. Сок. Ама, подожди. Не, спрайт и... Спрайт и пиццу на двоих нам с тобой. Спрайт тоже. В общем, дети все у нас... А я возьму, наверное, безалкогольные, это мохито, наверное, мята, лайм, спрайт. Да, кстати, да, здесь же эти. Здесь в какой-то кафе. Наверху выставлены вот эти вот бутылки с вином. Здесь можно прямо вот изучать, какое вообще вино бывает. С двух, с тридцать. Прям ряды, 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 ряды. И все прямо вот с вином. И картины сверху. Видите, какие здесь приборы интересные. Ван Гог это называется. Пляжное кафе. Мы, в общем, заказали себе по пиццу. Ну, мам, у меня тоже не удалось открыть. Ну, вот с интернетом, да, здесь проблема. Написано, что в Массандровский пляж есть интернет, интернета нет по факту. Ну, и здесь тоже написано, что есть интернет, интернета нет по факту. Ну, что делать. Зато приборчики, видите, какие все, как одноразовые такие. Упаковки приносят. Индивидуальные, да. И девчонки все в масках. Какую нам красоту принесли. Ягодная, посмотрите, какая. Листик. Ну, в общем, красиво выглядит. Но давайте попробуем, насколько это вкусно. Мне что-то почему-то кажется, что больше красиво, чем вкусно. Нет, ничего, да? Прям такой мятный выраженный вкус. Помимо того, что мятный, он еще и ягодный, соответственно. Только единственное, что здесь напитка меньше, чем да. Мышь, чувствуется. Ммм, и, кстати, здесь и там смородина, наверное, да? Что-то похоже, да. Такую вот пиццу нам принесли. Ну, тесто, кстати, толстое какое-то у них. Ну, сейчас отведаем. А это что, рыба? Нет, это не рыба. Это мясо струганина. Так, Вань, бери. Ты руками будешь кушать? Да. Давай, пробу снимешь, расскажешь. Вкусная пицца здесь, крымская. Или не особо. Об себя, пожалуйста, руки не вытираем. Вот, вилку возьми, ложку. И об себя, пожалуйста, руки не вытираем. Мам, да не надо. Так будешь есть? Я руками. Ну, давай руками. Можно двумя руками придерживать. Вань, тут слюной зайдешь, пока ты попробуешь. Вкусная, да? Я, кстати, прошуто ни разу не пробовала. Это мелко-мелко какая-то вот такая вот на струганная, это струганина мясная, да? Куриная или свиная? По вкусу? Ну? Так, для рук салфетки держи. Вкусненько? Ну, ладно, я сейчас тоже попробую. Вот такое вот уютное кафе Ван Гог. Средний счет, ну, не средний счет, вот за пиццу, за спрайт с Ваней и за коктейль 990. Смотрите, что-то здесь такое для выпечки, наверное, этого. Шашлыка. А, картошка здесь. Картошку здесь делают. Ребро какой-то. А, надо еще бутылку приготовить. Вон, видите, мидии. 300 рублей. Большое ведро 600 рублей. Вот такие вот мидии. Смотрите, какие красивые мидии. Здесь тоже что-то такое морепродукты. Ну, я типа слушаю, наверное, это ты купила. Так, ну ладно, наелись, напились. Идем дальше. Накупались. Искать, да, накупались. Идем искать наш... А, вон он у них туалет там. Да ладно, здесь сохнет все моментально. Здесь тир есть, смотрите. Пострелять можно. Куда мы сейчас идем? Идем на кораблик. На Ялт. Ну что, ребятки, подошли мы к самому центру Ялта. За место этого места? Да, был Макдональдс здесь раньше. Сейчас тоже что-то подобное, но не Макдональдс. А здесь, смотрите, этот батут. О, где-то вот это лавочка. Мы не скажем, не с ней. По этой лавочки. Беспроигрышный тир. Здесь вон рыбу ловят. В общем, вот она Ялта. Набережная Ялты. Вон, иди в пистолет, можешь набрать из фонтана воду. А, не, Вань, ты туда не долезешь, не надо. Вон там наберешь воду. Пойдемте вон, наберете воду из фонтана. Смотрите, сегодня к Ялте подступают облака, к горам. Кто знает, какой сегодня день недели? Сегодня суббота. А, нет, в субботе суббота. А, смотрите, сегодня воскресный день. Здравствуйте. В пароходе вас покатаем. Во сколько? В литому замку ласточки Макисдова. Во сколько? В 400 взрослых. Не, 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 во сколько идет? Через час управления. А, в 3 это который идет? Нет, в 14-20 управления. А, через час. Ну, сейчас мы погуляем, посмотрим, подумаем. Вот, я же говорю, здесь много этих пароходов. И они там вот сейчас туда будешь идти, и постоянно вот эти вот киоски все стоят. У каждого свое время отправления. Набирайте воду. Туда главное не бухнуться. Медикам. О, так смотрите, здесь открыли парк. Мы когда были, не было парка развлечений. А сейчас парк развлечений есть. А там какой-то красивый очень кафе наверху Чейхана. Пойдем в ровно. А, давай, ты с крыльями будешь? Ангелом будешь. Пойдешь с мамой, будешь ангелом. Я реально не думаю, что если вот это два дома, куда-то, 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 куда-то. О, музыка играет. Такие цветочки. Давай. Молоток. Ура. В общем, что называется, счастье зашкаливает. Оказаться в своем любимом месте. на набережной, посмотреть на кораблики, на апельсин. Такое ощущение, что такая какая-то другая жизнь. Поют здесь где-то. Такая уютная беседка. А, вот смотрите, бургер-хаус здесь есть бургеры. Счастье какое-то, бургеры. Смотрите прелесть, какая геранька. В Портените, вот мы были в Азовске, вот такие пустые. Они такие красивые, их выращивают. Здесь прям такая одежда модная, очень продается. Мне говорят, вы же из Москвы. Да я в Москве такой не вижу одежды. В Москве сети эти все основные. И такой вот частники. Мало кто там из Турции, допустим, возит. Здесь больше. А говорят, ничего такого нет, как у нас. Да здесь все то же самое. Но здесь единственное, что сетевых магазинов, мы сейчас попозже возьмем. Ну, это сетевый магазин, он здесь есть. Ну, это такие. Вань, сейчас возьмем мороженое, давай сейчас посмотрим с билетом. Вот сейчас возьмем мороженое и на канатку пойдем. И куда ты будешь взливать мороженое. Либо идти к одему и в другом месте, либо в другом. Вот экскурсии. Давайте подойдем, посмотрим, сколько стоит экскурсии и куда сейчас можно съездить. Не, мам, там шарик может наложить. Ну и что шарик? У тебя шарик этот очень быстро окажется на кофте. На твоей. Так, экскурсии по Крыму. Что есть? А, ну вот Ай-Петре. Дворцы все в одной экскурсии есть. Здравствуйте. Ну, видите, в 11 часов. Да мы смотрим пока что. А все есть, вот что здесь написано или нет? Вы знаете, практически все есть. Балаклава еще вот только на следы. Как бы это, я думаю, вам не душа нет. Не, не, балаклава нет, да. У нас есть в среду парад. В общем, дети сами пошли мороженое покупать стоит. Вдвоем. Для Вани это новинка. Но он уже научился легко деньгами управляться. Идет сам. Они уехали в дельфинаре, но оказалось, что он только через два часа. Два часа, конечно, ждать мы не будем, поэтому пойдем сейчас все-таки до корабля. Я хотела показать, вот смотрите, вот такое вот еще жилье сдается. Вот такие вот комнатки панорамные. Вот двух с половиной тысяч это у нас сейчас, где мы были в кафе. Вот такой вот морской кэмп у Ван Гога. Находится вот где мы сейчас были в кафе, видимо, недалеко от Маосандры. Может быть мало или кому-то интересно. Все-таки это, знаете, такое место, где вы можете погулять, походить спокойно. То есть, а нам, видите, всегда нужно на такси ехать. Пишу знакомые-знакомые объявления. В общем, на два часа сейчас будет. Касса номер пять. А вот там, видите, кораблик? Это апельсин кафе. Там можно тоже посидеть красиво с видом на море. Но мне у нас больше нравится сидеть с видом на море. У нас прям на море сидишь, а здесь издалека смотришь. В общем, по стоимости билетов. Экскурсия час, 400 рублей взрослый, 350 ребенок. Кстати, 350 ребенок, да, цену что-то как-то особо от взрослых не отличается. 50 рублей скидка для ребенка. Ну, это Ялта, детка. Да мы уже взяли. Мы уже взяли за 400. Почему у вас дороже? А нам же. Да-да, непонятно. В общем, видимо, наверное, еще эти теплоходы отличаются. Но цены отличаются точно. Ну, а здесь все вовсю купаются. Вкусное мороженое. Не зря 75 рублей отдал. У нас сейчас есть еще 40 минут. Пойдете набирать воду? Пойдем, конечно. В общем, у нас есть еще 40 минут. И через 40 минут поедем прокатимся. Ну, а само Ласточкино гнездо, к сожалению, мы увидим только с моря. Что? 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 Мороженое дело самых детей. А, для тебя. Капитально. В общем, дети с водяными пистолетами зависли. Хотели еще дальше пойти прогуляться. А они зависли здесь. Ну, подождем, сейчас как раз у нас должен приехать этот кораблик-то. Цирк. Здесь тоже, как всегда, чтобы поехать на этом теплоходе, нужно набить маску. А когда вы уже попали туда, то, в принципе, уже в маске не обязательно ехать, можно ее снять. Сейчас у нас он там уже открывает. Мы с вами поедем прокатиться. Не переживай, они не уедут. Чудная погода Яута. Вот смотрите, вот там сейчас гроза. Там идет дождь вовсю. А вот так вот чуть-чуть поворачиваетесь левее, и там ничего нет. Да? Угу. Вообще что-то такое. А там горы просто, видимо, горная местность. И вот так вот. На каком-то таком корытице мы поедем. Со стороны внешней корытицы. Сейчас посмотрим, как внутри оно выглядит. Такая гроза. Это ветер сейчас такой сильнейший начал. Сон, слышите? Гром. Гром. Молния. Сейчас прям молния сверкнула. И вон там, видите, канатная дорога вдалеке. И тут сейчас же рассадка такая. Что видите, сидят все через сиденье. Нельзя садиться на следующий сиденье. Ограничение. И нам в общем место досталось неудобное с вами. Вида не будет. Но вот только если здесь спереди постоять, посмотреть. Самого главного то не видно. то, что будет. А я так хотела поснимать дорогу. Представляете, там, вот я говорю, дождь. Мы хотели вон там еще по канатке подняться. Не знаю, успеем мы сегодня подняться или нет. Вон опаздывающие бегут. Сюда. Все. Отплываем. Ум. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому мы просто проплываем мимо Ну это знаете такая визитная карточка Крыма, Ялты По сути дела там оттуда открывается просто очень красивый вид Ну и можно сделать такое памятное фото Ну с детьми довольно-таки сложно туда подняться Вот так вот проехать мимо посмотреть во всяком случае Для ознакомления им будет полезно посмотреть Где это находится, что это такое Смотрите, какое шикарное море Просто вообще красотень Все, прогулка, возвращаемся назад Смотрите, какие сегодня волны сильнейшие Море сегодня волнуется Давай, мнение о прогулке Круто Круто? Я у него спрашиваю Руку Конечно На центре пыста тебе поездка Он говорит 150 150, ну молодцы, слава богу Понравилось, это хорошо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова